Никогда не думали, сколько всего интересного таит еще в себе наша земля? Вот часто бывает так, что люди ходят по земле и не догадываются, что может быть у них под ногами. Данную находку поисковики случайно обнаружили в Харьковской области, на месте, где сейчас уже часто ходят люди, ездят авто и конечно же есть мусор. А когда-то шли жестокие бои, а именно в 1943 году. Парни нашли сразу одного, а рядом и второго немецкого солдата. Они были почти полностью одеты и в обмундировании, но оба были без сапог и оба в зимней одежде. У одного в груди была пуля от советского ППШ, а у второй видно, что погиб от взрыва. Оружия у одного солдата не было, видно забрали, а вот у второго был МП-40. Видно, что ему досталось осколками, но магазин и некоторые запчасти с него сняли еще наверное в то время. Был один штык-нож, правда без ножен, но в состоянии песочек. Была немецкая пряга с остатками ремня. Ложка была и вилка с нержавейки в хорошем состоянии. И было очень много пуговиц и разных зацепов. Части маск-халата и камуфляжа. У одного солдата была даже часть смертного жетона. Все, что нашли, парни передали в местный сельсовет. А вот такую вот находку, правда по Первой мировой, обнаружили поисковики в порте Сами Соглево. Это у нас в Эдлисках, возле Медики. Это у нас Польша. Точнее, будет сказать, нашли одну, а рядом вторую. Позже поисковики установили, что это австрийские казематные пушки под названием М-75. По внешнему виду можно предположить, что орудия не были повреждены. Их просто засыпало стенками каземата. Скорее всего, от взрыва. Пушки достали совсем недавно. Но первые упоминания о том, что они могут быть именно там, нашли в архивах еще 17 лет назад. В наше время объекты находятся на консервации в Национальном музее земли Пшемши. Но находки бывают и в разы больше, как это. Это немецкая ПТ, истребитель танков, штук 4. 18 января 1945 года немецкие войска отступали на запад, в то время как Первый Белорусский фронт продвигался к ним. Бронеколонна была рассредоточена на то время, и два немецких истребителя танков двигались в направлении Холла. По насыпи железной дороги у одного штуга возникли механические проблемы. Сломался, его просто бросили. Перед этим, конечно, подорвал. В то время это была нормальная практика. Тот, что остался, продолжил свое путешествие. Он дошел до реки Ргилевка и пытался по льду переправиться на другую сторону, но затонул вместе с двумя членами экипажа. А двум удалось спастись. Но наутро их поймали советские солдаты и расстреляли на месте. Весной 1945-го обнаружили этот штук и двух членов экипажа. Вместе с ними и с их вещами были значки, которые говорили о том, что они служили в Крыму в период с 1941-го по 1943-е годы. В 1954-м пытались поднять боевую машину, но тогда не хватило, так сказать, силенок. Его только повредили и оставили на месте. Удалось поднять только в 2006-м году. В 2008-м восстановили внешне, а вот в 2009-м он уже был полностью на ходу. На 2012-й год это единственный в мире работающий штук 4. Ну и есть еще два. Один также в Польше, а второй в Литве. Но те внешне похожи, но не на ходу. Так что, друзья, если у вас интересная находка, фото или видео к ней, а главное желание поделиться, пишите мне по ссылочкам снизу. Забабахаем вам ролик. А также, если вы хотите обменять свои находки на деньги, не знаете как и где, также пишите по ссылкам снизу. Там же есть ссылка на мою группу. Да-да, группа в Facebook, где мы часто что-то определяем и просто делимся находками с топа. Если вам все такое интересно, подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!